Мастер и Маргарита Обсуждение и диалоги. Именно так рождается истина. Доказательства ребята ищут в книгах или гаджетах. Пользоваться ими не запрещается. Со своим молодым учителем Владиславом Александровичем школьники говорят об архетипах и символах. Выпускникам такой подход преподавателя нравится. Мы очень свободно себя чувствуем с ним на руках. Можем вот говорить. Сейчас открытый урок был, поэтому немного сдержанно себя вели. Но обычно у нас прям разговор как диалог такой идет прямой. В моей предыдущей школе были такие уроки, которые мы слушали монолог, просто учили правила, зубрили и все. А здесь мы учим правила, но тем не менее мы их и применяем сразу на практике. И опять-таки это все идет через интерактив какой-то. Поэтому, конечно же, это интереснее, когда ты с преподавателем и чувствуешь себя более свободно. Владислав Комышев не планировал быть педагогом. Хотел заниматься редакторской деятельностью. Искал сильный филологический факультет и поступил на бюджетное отделение в Московский областной государственный университет, бывший пединститут имени Крупской. Только после прохождения обязательной педагогической практики, оказавшись по другую сторону учебного процесса в роли учителя, он понял, что такая работа ему нравится. Окончив бакалавриат, пришел в Одинцовскую гимназию номер 11, где и работает уже почти 4 года. Работа такая, что ее живешь. То есть, получается, она занимает свободное время все. Она ходит с тобой домой. Она не такая работа, которая на работе остается. Она и дома живет. Ну и как-то получается, что все равно нравится вроде. И пытаешься хорошо делать работу. И поэтому как-то весь в ней, а на что-то еще просто не хочется распыляться. Потому что тот же конкурс показал, например, что очень тяжело на два фронта работать. Если делать это хорошо, а плохо делать я не люблю. Участвовать в конкурсе Владислав не стремился, но от предложения не отказался и не жалеет об этом. Признается, что участие дало множество приятных эмоций. Колоссальный опыт, возможность проявить свою эрудицию и пообщаться с интересными людьми. Настрой выйти в лидеры был серьезным, поэтому переживаний тоже было немало. Это стресс постоянный, во-первых. Ну тут врать не буду, да, это тяжело достаточно, потому что где-то не досыпаешь, волнение опять же сказывается. У меня цель сразу была, скажу, не просто съездить, да. То есть если бы я просто поехал, я бы потерял время. То есть это все равно отрыв от работы, когда можно что-то текущее разгребать. Вот. Я хотел куда-то там где-то выдвинуться. Давайте подумаем, Маяковскому. Какова цель вообще реклама делать была? Ну кроме там каких-то гонораров, допустим. Зачем ему это? Ну возможно как-то, ну про рекламировать какой-то товар. Помимо программных уроков русского языка и литературы Владислав Александрович ведет два кружка. Мастерскую художника слова, где ребята занимаются изучением культурного кода, ищут отражение литературного наследия в современной культуре, видеоиграх, фильмах и сериалах, и детективное бюро. Этот педагогический проект Владислав защищал на муниципальном этапе конкурса. По сути тоже литературная гостиная. Мы читаем произведения просто как расследование. Это все подаем. У нас пробковая доска, мы на ней пришпиливаем все новые улики, собираем досье, по сути, это вот образы персонажей вот так вот раскрываются в этом досье. И, соответственно, ну составляем все протоколы, акты, делаем заключение. Вот. Получается такой читательский дневник прокачанный. К каждому ребенку Владислав Александрович пытается найти свой подход и учит ребят разумному, доброму, вечному на своем примере. Самым сложным возрастом он считает подростков из шестых-седьмых классов. В одном из седьмых он, кстати, классный руководитель. Ребятам старается уделять больше внимания и чаще общаться с ними. А со старшеклассниками сложились товарищеские и уважительные отношения. Мне всегда нравится работать в старших классах, потому что там дети уже не уважают тебя, например, просто потому что ты старше, да, и с ними уже на другом уровне диалог ведется. Вот. Это действительно современные дети, они в этом плане интересные, они больше в горизонтале вообще не находятся, то есть не вертикаль, то есть, да, там, а они могут там твой авторитет оспорить, попытаться, да, то есть они могут там под сомнение что-то поставить, могут попытаться переубедить. Это нормально, это здорово. Владислав не боится сказать ребятам, что чего-то не знает. К следующему уроку он обязательно найдет ответ. И этому же молодой педагог хочет научить и ребят. Думать, самостоятельно искать и находить нужную информацию. С каждым годом убеждаюсь, что, наверное, мое. Ну, не уверен до конца еще, может быть, все-таки как-то где-то поиски себя еще не закончились, прям окончательно. Вот. Но скорее нравится, чем мне нравится, скорее получается, чем не получается, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok